Всем привет! У нас есть еще одна морковка. Вернее, опять же, мы вернемся к истории. Это не морковка, а конец Александрова. Но в данном случае это более продвинутая версия для белой воды. Это очень актуальная версия. Классическая морковка, но в прямоугольном чехле, в прямоугольном мешочке с дополнительной фиксацией. И спрятана в поясную сумку. В результате у нас получается, как называемая, поясная морковка. Есть подобные изделия, когда к морковке пришивается стропа. Еще раз покажу. И она закрепляется там, ну, на поясе, который у нас сзади. Но особенность именно, когда стропа пришивается непосредственно к мешочку, когда мы кидаем морковку, эта стропа улетает вместе с ней. И вероятность, что она где-то захлестнется, запутается, особенно когда она техногенка или кусты, очень высокая. В данном случае мешок не имеет никаких лишних цеплявок. Веревка из него выходит свободно и легко. Есть дополнительная фиксация веревки. То есть веревка не может выйти, пока мы это не захотим. Мы отстегиваем фастекс. И только в этом случае веревка у нас легко освобождается. Веревка у нас уникальная, специально разработанная для конца Александрова. Она, это пустотелый шнур, который совершенно не путается. Его достаточно в мешочек запихать как попало, что, конечно, не очень рекомендую сделать. Но, тем не менее, он будет работать, при этом не запутается и не распутается. Из практики показалось, что именно такая морковка может сработать за, скажем, за одни спа сработой несколько раз. Были реальные случаи, когда рафт переворачивался, инструктор вылазил на рафт с этой морковкой. И, соответственно, выстегивал ее, кидал туристу, турист ее брал, подтягивал. Потом просто брал мешочек, зачерпывал воду, при этом всю веревку кидая внутрь рафта, никак не распутывая. И кидал еще раз. И таких этапов доходило до трех-четырех. То есть это реально, что просто мешочек с водой кидаем, второй турист берет, его опять вытягиваем и так далее. Ну, это было на коммерческих маршрутах, где там по 10-12 человек на рафте, где очень актуально несколько раз бросить коннекцию Александрова. Зачем сумка? Для того же, скажем так, подвинутого водника, либо гида инструктора, который работает на рафте с туристами. Очень актуально, чтобы морковка была непосредственно с ним. Опять же, рассмотрим переворот судна, переворот лодки, рафта, неважно ничего. У нас классическая морковка, как правило, привязана где-то в лодке, и она остается под ней. И с вас работы проводить в этом крайне сложно. То есть надо сначала поставить лодку, потом залезть и в лодку, взять эту морковку и так далее. Еще бывают моменты, когда на многодневных допустим турах инструктор или гид с этой морковкой ушел отдельно от лодки, там зачатился на берег самостоятельно. Соответственно, у него с собой вот эта сумочка, она встегнута на поясницу у него. Он стегнул ее в начале маршрута и с ней прекрасно ходит. Она никак не стесняет движения, вылезти на рафт или на лодку, лечь на пузо, тоже спокойно. Никаких с этим проблем нет. Она регулируется в двух плоскостях, то есть под свою фигуру, под свое снаряжение можно это все отрегулировать. Как работает теперь данная конструкция? Я повернусь спиной. У нас здесь есть фасекс. Мы делаем щелчок. Одним движением держим морковку. И, соответственно, морковка готова к броску. Это происходит порядка полторы секунды при должной тренировке. Хочу отметить, что тренировка с любым снаряжением необходима. Если даже у вас самое крутое снаряжение, тренироваться, пользоваться этим снаряжением есть необходимость. Вот такая уникальная морковка. Всем рекомендую, особенно кто много и часто ходит на воде. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова